Добро пожаловать в мир оловянных солдатиков, место для ценителей и любителей военно-исторической миниатюры. Здесь мирно соседствуют древние греки и римляне, викинги и кельтские варвары, самураи и ниндзя. Представлены практически все исторические периоды военной мировой истории. Разнообразие масштабов и уровней росписи, а также неокрашенные фигурки, более 10 известных брендов, аксессуары и литература, диорамы и композиции, шахматы и антикварные оловянные фигурки. Все это в широком ценовом диапазоне. Собери свою армию с магазином Оловянные Солдатики. Ссылка на магазин в описании к видео. Приветствую вас, комрады, на своем канале в очередной раз. И сегодня второе видео о покраске росписи фигурки немецкого солдата для диорамы Новая Швабия. Сегодня я сделал высветление и окрасил одну деталь амуницией. Сейчас я вам все это поближе покажу и расскажу. Видео не будет слишком длинным, поэтому времени у вас много это не займет. И еще одна небольшая новость о самой диораме. Новая Швабия немножко она переходит в разряд долгостроев, так как пока нет у меня подходящего материала для основания. Пенопласта использовать не хочу, так как он выглядит убого. Пеноплекс пока достать не могу. Надеюсь, в ближайшее время решу проблему с этим материалом, но пока конкретно сроки затягиваются, в общем. Ну что ж, посмотрим, что у меня получилось с фигуркой. Собственно, в основном, из-за чего я заснял этот ролик сегодня, небольшая радость у меня такая, ну, лично моя такая победа, так сказать, достижение. Раньше я не придавал внимания деталям амуниции, в этот раз решил заморочиться с этой фигуркой. И, как вы видите, изобразил потертости и сколы на котелке. Ну, цвет подобрал практически аутентичный, хотя можно любое, и любые оттенки были, выгорали по-разному. Ну, общая суть, как бы, такая, что цвет хаки, в принципе, мог быть. Там он, вроде как, немножко такой салатный, что ли, был, но, в принципе, подходит. Главное, чего я добился, это вот этих потертостей и сколов на самом котелке. Так, в принципе, неплохо смотрится. В общем, мне эта штука понравилась. Следующая у меня на очереди фляжка, вон она слева висит, тоже. Передо мной фотографии, кстати, находится. Сейчас я ее покажу, единственное, еще пару слов скажу о фигурке, что, вот, ну, может быть, вы видите, покрыл полностью базовым слоем, таким светло-серым. Как бы, белым-то не получится все равно, и белого цвета, как бы, в природе того и не увидите. То есть, как бы, сразу же сделал фильтр, что ли, получается. Ну, фигуристы, кто более опытен, и я просто еще только учусь росписи, напишите в комментах. Просто это тоже, можно сказать, вторая работа, даже первая работа, получается, с зимним камуфляжем. Ну, вот, таким вот, с халатом этим, поэтому, как бы, белым цветом сложновато работать. Ну, вот я вот, такое решение придумал, что серый будет база, я уже таким белым, я вот, первое высветление, вот, сейчас нанес, как вы видите, вот, на складках униформы. Затем, я так понимаю, надо будет подстемнить. Немножко. А может быть, и так, у меня такие мысли, может быть, и так оставить, вроде как, неплохо смотрится. Ну, так, по крайней мере, не скучно смотрится уже. В общем, жду комментов, потому что кто-то более опытный будет смотреть, что напишет мне что-то в комментах. Ну, вот, порадовал меня котелок, конечно, удалось мне. Единственное, что вот, алюминиевый он был, получается, алюминий использовался у меня с колой, я сделал звездовской стали. Вот, алюминия у меня под рукой не было. Было бы круто, конечно, если бы алюминием забросить эти сколы. Был бы вообще шикардос. Ну, ладно, сейчас покажу, от чего я отталкивался, от чьих материалов. Сейчас только единственная резкость, наверное, придется навести. Потому что, извините за качество съемки. Сейчас мы исправим этот косяк. Вот, передо мной, на мониторе, часть амуниции немецких солдат. Ну, это 40-й год. Хотя, московат, то есть, этот, получается, плащ-палатка, что это плащ-накидка, почему-то с таким оскольчатым камуфляжем конца войны. Ну, не знаю. Может быть, я ошибаюсь, я тоже не дока в этих вопросах еще пока. Только интересуюсь. Ну, там написано, что 40-й год. Это мундирование. Эта информация мне предоставлена Сергеем Бесединым, за что ему большое спасибо. Он администратор моей группы «Военная миниатюра» из Геробиус-13. В группе ВКонтакте это получается, ну, не группа, это паблик. Кстати, я рекомендую подписаться на него, кто еще не подписан. Ссылка будет в описании к видео. Опять же, Серегу благодарю большое, спасибо. Очень много материалов он мне скинул по моделизму, в том числе и этот журнал по... Ну, называется он, по-моему, «Немецкие солдаты». И там вся, в общем, амуниция, обмундирование, все рода войск. То есть, на росписи фигурок, допустим, самое то. Также есть такой же журнал и по советским солдатам. То есть, проблем с росписью не будет. Ну, ладно, я буду... Тут у меня такой технический бардак. Перескакиваю. Ну, в общем, думаю, завтра закончу, наверное, с фигуркой. Тоже оно как бы как бы не хочется косячно сделать. Хочется, чтобы хорошо выглядело. Поэтому уходит некоторое время на это. И такие этапы идут. Засвечу еще раз котелок, который мне понравился. Так он выглядит смотрибельно. Уже рядом с автоматом, так еще одна деталь как бы радует глаз. Ну, буду все с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, если понравилось. До новых встреч. Всем пока. Ну, и подписывайтесь на паблик Военная миниатюра с Геробиос-13. Ссылка в описании будет к видео. Пока. До новых встреч.